Уважаемые слушатели, давайте познакомимся с доверительными интервалами для математического ожидания, то есть с интервальными оценками. Итак, что же это такое? Понятное дело, что точечная оценка — это всего лишь одна характеристика, которая как описывает саму выборку, так как-то характеризует и всю совокупность генеральными. Но понятно, что очень сложно в качестве одной оценки получить, как пальцем тыкнуть в небо, получить оценку, которая будет достоверна для всей генеральной совокупности. Поэтому принято рассчитывать не только точечные, но и интервальные оценки, которые с вероятностью, которую мы сами сдаём, с некоторым уровнем доверия утверждают, что истинное значение математического ожидания генеральной совокупности находится в некотором доверительном интервале. То есть мы уже говорим не про одну оценку, что оценка для математического ожидания равна некоторому числу, а даём целый интервал. И говорим, что с вероятностью 1 минус альфа это значение генеральной совокупности находится в этом интервале. Причём, как я уже сказала, альфа — это вероятность того, что это значение не попадает в интервал, задаётся нами самостоятельно. Ну а мю — это то значение, которое нас интересует, математическое ожидание. Как правило, в качестве альфа выбирают значения 1, 5 или 10 процентов, то есть 1 сотая, 5 сотых или 10 сотых. Соответственно, 1 минус альфа — это дверительные интервалы с 0,9, 0,95 и 0,99 уровнем доверия. Итак, рассмотрим первый случай. У нас будет в рамках этого видеофрагмента два случая для построения дверительных интервалов о математическом ожидании, для случая известной дисперсии и неизвестной дисперсии. Здесь есть некоторые нюансы. Сейчас познакомимся с ними. Итак, первый случай, когда дисперсия у нас известна. Допустим, у нас есть некоторая выборка значений из генеральной совокупности, n значений, x1 и так далее, из xn. Известно, что они независимы. Про каждый сказано, что они имеют нормальное распределение с параметрами мюдм от ожидания сигма в квадрате в дисперсии, которая известна. Поскольку мы рассматриваем случай, когда n может быть и мало, нам здесь важно, чтобы каждый элемент имел нормальное распределение. Но по центральной предельной теореме вы помните, что если n достаточно велико, n стремится к бесконечности, то нам все равно, какое распределение имеет каждый из элементов выборки. Но в нашем случае, если n не очень велико, далее мы что делаем? Рассчитываем некоторую характеристику, обозначим ее z, как разницу x среднего, это оценка полученная по нашей выборке для мот ожидания, минус мюд, это параметр мот ожидания, который нас интересует, делим на сигма делен на корень из n, это есть корень из дисперсии для x среднего. И эта величина имеет стандартное нормальное распределение. Используя это правило, мы можем построить доверительный интервал для ню. Что у нас тогда получится? Что с вероятностью 1 минус альфа параметр мюд будет находиться в следующих границах. Можно это значение для z переписать и окажется, что мюд находится в следующих границах. Это x среднее минус с левой стороны, а с правой стороны x среднее плюс. Что? z это значение статистики, которое находится по таблице, умножается на знаменатель для дроби z, сигма деленная на корень из n. Так вот, оказывается, что если мы к среднему прибавим или вычтем вот это значение, то мы получим доверительный интервал с вероятностью 1 минус альфа. Или по другими словами, с вероятностью 1 минус альфа генеральное наше математическое ожидание находится в этих границах. Что касается индексов для z, здесь хочу обратить особое внимание. У z стоит индекс 1 минус альфа пополам. Что это значит? Это означает, что альфа это наш уровень значимости, который мы сдаем. И в зависимости от того, какой таблицей мы пользуемся для определения z, здесь могут стоять разные индексы. Если в качестве таблицы мы используем такую, где площадь, которая находится в таблице, это левая площадь распределения, то есть от минус бесконечности до z, то в таком случае в формуле записывается z1 минус альфа пополам, поскольку для доверительного интервала нам нужно, чтобы в хвост распределения попадала половина альфа, а соответственно на оба хвоста приходится альфа. Доверительная вероятность 1 минус альфа будет находиться в теле распределения. Соответственно, если таблицы задаются так, что нам дается площадь только левого хвоста, мы в доверительном интервале берем значение z для 1 минус альфа пополам. Мы это посмотрим подробнее на примерах. Но бывают и другие таблицы для стандартного нормального распределения, где площадь, которая нас интересует доверительная вероятность, для которой мы строим интервал, задается внутри, в теле распределения, то есть 1 минус альфа лежит внутри. В таком случае для нахождения z нам нужно в таблицах определять z альфа пополам, минус z альфа пополам, z альфа пополам. И на это нужно обратить внимание, когда вы строите две интервалы с применением таблиц. Мы сейчас посмотрим это более подробно на примере. Итак, в качестве примера у нас будет сегодня анализ доходности акций на основе случайной выборки за 16 дней. Средняя доходность оказалась равна 10,37%. Предположим, что доходность акций подчиняется нормальному закону распределения. Нам нужно построить доверительный интервал для средней доходности, то есть которая будет для генеральной совокупности соответствовать, с надежностью 0,9, то есть наше 1 минус альфа это 0,9, если нам известно, что сигма, то есть корень из дисперсии равна 2%. Итак, что нам дано? Нам дано, что сигма известна и она равна 2, x средняя, рассчитанная по выборке, равно 10,37 и n размер выборки у нас 16 акций. Для построения доверительного интервала нам необходимо определить квантили распределения. В нашем случае, поскольку сигма известна, мы используем стандартное нормальное распределение и альфа у нас равна 0,1, поскольку сказано, что 1 минус альфа, уровень доверия 0,9, в таком случае мы рассчитаем, что 1 минус альфа пополам будет равно 0,95, потому что альфа 0,1, альфа пополам 0,05 сотых и 1 минус 0,05 сотых это 0,95. Для данного уровня альфы z оказывается равно 1,65. Давайте посмотрим это, продемонстрируем это на графике, на таблице. Здесь приведен кусочек только таблицы стандартного распределения. В приложении вы сможете найти полную версию таблицы. Обратите внимание, я здесь пользовалась таблицей для случая, когда задается площадь левая, то есть внутри таблицы стандартного нормального распределения находится значение площадь левой фигуры, то есть левого хвоста, с левой стороны до черты. И это вероятность 1 минус альфа пополам в нашем случае. У нас сказано, что 1 минус альфа равно 0,9. И мы рассчитали, что 1 минус альфа пополам это 0,95. Поэтому мы должны внутри таблицы стандартного нормального распределения найти значение 0,95. А далее мы должны от этого значения посмотреть, к какому значению z это соотносится. Для стандартных нормальных таблиц у нас по строкам, если мы проведем от 0,95 по строке, то окажется, что z, целая ее часть, и десятая равно 1,6, а по столбцам определяется сотая часть. То есть у нас оказывается 0,95 соответствует 0,05 для z. Соответственно, значение z для нашего вероятности равно 1,65 приблизительно. Потому что видим, что это ближайшее значение, которое нам подходит. Итак, после того, как мы определили критическое значение по таблице 1,65, мы можем построить доведенный интервал. Для этого мы рассчитываем нижнюю границу как среднее значение 10,37, мы должны вычесть из него критическое, умноженное на 2, это σ, из которой нам известно, то есть корень из дисперсии, и разделить на корень из 16, где 16, как уже вы помните, это значение количества наблюдений выборки. И оказалось, что нижняя граница доверительного интервала равна 9,545. А верхняя граница интервала рассчитывается точно так же, только теперь мы к 10,37 должны прибавить 1,65 умноженное на вот это выражение 2 деленное на корень из 16. И верхняя граница оказалась равна 11,195. Таким образом, с вероятностью 90% истинное значение параметра, то есть мотожидания для генеральной совокупности находятся в границах от 9,545 до 11,195. В следующем видеофрагменте мы познакомимся с другим случаем для математического ожидания построения доверительного интервала для σ, которой она неизвестна.